здравствуйте с вами канал вкусной огород барнаул сегодня 4 сентября осень радует теплыми деньками и сейчас хочу поговорить о безрассадных перцах в этой тепличке росли перцы которые выращивал через рассаду они дали неплохой урожай посеяно на это место фацелия сходит с успехом рядышком росли баклажаны тоже уже убраны урожай и перцев и баклажанов оказался нормальный здесь фацелия даже еще больше подросла и вот в этой тепличке уделено небольшое местечко для выращивания перцев безрассадным способом мне доводилось выращивать перцы безрассадным способом в открытом грунте и они дали некоторые урожай но к сожалению урожай оказался не очень хороший и вот решил попробовать сделать это еще и в тепличке и вот на это место перчики были посеяны сухими семенами на глубину один сантиметр 1 мая сорта я выбрал самое обычное конечно для безрассадного выращивания нужно подбирать специальные сорта результат будет еще лучше так вот здесь посеянные сорта морозка вот эти перчики сейчас очень хороший надежный неприхотливый сорт интересный сорт турецкие змеи вот он тоже было посеяно некоторое количество этих перчиков очень красивые перцы к слову сказать я их рассадным способом выращиваю безрассадным также многим известны очень красивый перец леся вот этот перчик и сорт купец вот здесь должен быть сорт купец но к сожалению сорт купец оказался немного несоответствующие по признакам оригинальному сорту но тем не менее плодов зарезал немало и вот перцы были посеяны и после этого они сходить не очень торопились все-таки в теплице условия не такие как квартире при выращивании рассады перцев и первые всходы появились только через 10 дней однако перчики взошли нормально начали расти дальше и не спеша понемногу потихоньку они начали подрастать и к началу июня подросли настолько что была сделана одна единственная подкормка раствором куриного помета как всегда это делаю 1 к 15 и перчики после этого стали расти еще лучше к началу июля они начали цвести ну а потом начали завязывать плоды и вот сейчас начало сентября и буду собирать первый урожай перцев все выращиваемые сорта завязали некоторое количество плодов конечно это еще не конец сезона вот видно что перцы цветут во всяком случае некоторые сорта может быть еще завяжутся плоды очень много еще зеленых плодов особенно у сорта турецкие змеи и у сорта купец но тем не менее первый урожай буду собирать сейчас так вот результаты следующие перец с успехом поспел и морозка и турецкие змеи и леся и купец везде имеются красные перцы это конечно очень хорошо но все-таки если присмотреться урожай при безрассадном выращивании все-таки немножечко поменьше чем при выращивании через рассаду но это не для всех сортов вот сорт турецкие змеи вон практически одинаково вырос что через рассаду что при посеве в грунт а вот леся имеет кустики более маленького роста чем при выращивании через засаду хотя плодов тоже немало сорт морозка но он в принципе не очень высокий но здесь тоже немножечко низковат получился все-таки первый период роста в теплице в открытом грунте был довольно прохладный хотя тепличка но май месяц у нас характеризуется низкими ночными температурами и теплица хотя и не допускает заморозков но все равно здесь холодновато а вот сорт купец и довольно высокие и плодов довольно много так что в целом можно подвести следующий итог результат выращивания перцев прямым посевом грунт в принципе неплохой урожай поменьше но зато имеем в наличии огромный плюс минуя стадию рассады выращивать конечно намного проще особенно это пригодится тем у кого нет возможности выращивать рассаду то в этом случае явно можно выращивать перчики и в тепличке вот таким образом урожай поменьше растут перцы медленнее поспевают позже но тем не менее урожай есть так что в целом можно считать что эксперимент прошел успешно в открытом грунте результат был не такой хороший меньше было плодов и поспевали они гораздо хуже а здесь в целом все нормально и так сейчас собираю все спелые плоды и оценим первые результаты поспевшие плоды срезанные осталось еще не так уж и мало перчиков зеленых которые ну несомненно поспеют ну может быть завяжется еще некоторое количество плодов есть цветы и совсем маленькие завязи и получилась вот такая картина вот это перец морозка ну вот видно что некоторые плоды полностью поспели некоторые практически полностью ну в целом плодики выглядят очень хорошо и очень мне понравились перец леся ну приподнес небольшой сюрприз некоторые плоды нормальные вот например плод и поспел практически хорошо некоторые ну как-то завязались не очень удачно и вот такой формы плодики выросли ну в целом тоже результат есть перец турецкие змеи пожалуй больше всех перчиков завязал но они не очень такие увесистые такие продолговатые но зато очень и очень красивые и спелых очень много но вкус повторюсь о них очень сладкий ну к сожалению перец купец оказался с пересортом как уже упоминал ну вот выросли вот такие плоды но тоже плодики неплохие еще много осталось на кустах так что и здесь результат неплохой вот плоды увесистые такие налитые ну это не купец конечно купец выглядеть должен немножко иначе так что если например посеять весной тот же перец морозка вот он вот например заняв им такую вот грядочку в теплице можно получить вполне приемлемый урожай к началу сентября и количество плодов будет вполне достаточно и повторюсь урожайность меньше чем у рассадных перцев но зато минуем стадию рассады это поможет тем огородникам у кого с этим делом затруднения мне выращивать перцы безрассадным способом понравилось буду это непременно и дальше пробовать буду подбирать под более подходящие сорта и я думаю можно достигнуть гораздо более хороших результатов сезон безрассадных перцев еще не закончен плодов еще немало так что я думаю окончательные итоги подведем попозже надеюсь перцы в тепличке будут расти вплоть до октября в конце пожелаю всем огородникам выращивать перцы и рассадным основным способом пробовать и безрассадный вариант и в том и в другом случае можно получать определенный урожай всем всего самого доброго до свидания в следующей серии в следующей серии